Данную ситуацию лучше принять, если вы не можете ее изменить. Умиротворенные специалисты по ту сторону Ютуба. Ровный голос, никакой паники и устрашающих слов. В период пандемии успокоения ищут даже те, кто еще вчера не верил звездам, планетам, цифрам. В России новый бум такой психологической поддержки. За определенностью идут все, и лица физические, и юридические. Если в матрице нет, допустим, цифры 5, это говорит о том, что человек не умеет правильно проявлять эмоции. По цифрам очень легко показать человеку ценности. Вот так работают цифры. Нумеролог Вячеслав Классен с начала года провел уже столько консультаций, сколько за весь прошлый год. К нему идут не только за диагностикой, он подсказывает скрытый потенциал. Говорит, у людей огромный запрос к переменам. Этому способствовала и самоизоляция, когда человек остался сам собой, и страх будущего. За подготовкой к кризису следующему, экономическому, к нему и идут. Представьте лыжник, да, вот он с трамплина вниз едет, он же вниз со скоростью разгоняется, чтобы быстрее выпрыгнуть. А получается вот эта вот ситуация, когда люди сейчас в кризис тормозят, вроде вниз едут, они потом вот на этом моменте, они потом не смогут выпрыгнуть. Вячеслав не единственный нумеролог Барнаула, но найти других, а также астрологов, торологов, так же не просто, как и до пандемии, к нашему удивлению. Рынок закрытый, работает по сарафанному радио, помогают в перезагрузке личной, проводят ее себе, выходят в ютуб. В тренде разъясняющие ролики в период коронавируса. Всех волнует, когда это закончится и что произойдет с миром. Барнаульский астролог Светлана Бондарева говорит, что все это начало масштабных перемен, которые начнутся с весны 21-го года. Тогда на арену начнут выходить дети Индиго, рожденные с 95-го года. Возможно, мы, наше поколение, мы захватим еще уже какие-то новинки, то есть я приведу дети Индиго, они могут привнести нам такие новинки, как они не будут ездить по пробкам, они будут пытаться создать какие-то такие летающие объекты, которые будут по воздуху перенаправляться. Звезды говорят, что к весне 21-го года возобновят авиасообщение и международная обстановка станет легче. А в России непростой период продлится до декабря этого года. Люди к этому готовятся и, ожидая нестабильную ситуацию на рынке труда, начинают познавать себя, чтобы найти дело жизни. Обращаться ли вам за консультацией, решать только вам. В любом случае, совет специалистов таков, чем смотреть кино, загляните в себя.